добрый вечер дорогие друзья уважаемые коллеги приветствую вас в эфире сегодня мы с вами будем изучать очень интересную тему достаточно распространенную с которой в той или иной форме сталкиваются многие из нас посвящена на заболеванию опорно-двигательной системы и в основном это заболевание суставов называется сегодняшняя тема артроз без прикрас выявим и вылечен казалось бы чего уж тут сложного выявлять тогда болят суставы значит артроз значит надо лечить на самом деле далеко не все так просто во-первых воспалительные заболевания суставов протекают совершенно по разным причинам и далеко не только артроз может быть основой такого состояния иногда схожие симптомы вызывают такие заболевания как например подагра есть такое заболевание как болезнь бехтерева или другие на заболевания позвоночника ревматоидный артрит например да вроде бы как все эти заболевания поражают суставы но тем не менее природа у них различна и естественно подходы коррекции этих состояний тоже будет разная поэтому мы с вами и должны прежде чем вылечить выявить какого же рода заболевание как она формируется что происходит в этот момент в организме и исходя уже из этого определить свою тактику воздействия вот предлагаю с таким медицинским ходом взглянуть на эту проблему сегодня с вами будем разбирать но естественно по частоте встречаемости лидирующее место занимает именно артроз или правильнее его называть остеоартроз это дегенеративно-дистрофическое заболевание костей и суставов характеризуется она болью воспалением и ограничением подвижности то есть три таких компонентов боль воспаление ограничение подвижности чаще всего страдают крупные суставы то есть поставить диагноз артроза мы можем тогда когда речь идет о каких-то крупных суставах коленных плечевых локтевых тазобедренных или позвоночника и естественно если речь идет о конкретно каком-то суставе то даже в медицинских названиях медицинской терминологии появились специфические термины которые отражают локализацию этого процесса я уверена что вам всем хорошо известно такое слово как гонартроз этот артроз коленного сустава кокс артроз это от роста забедренного сустава но а те кто не знаком с этими словами уж наверняка знают слова остеохондроз потому что остеохондроз это тот же самый артроз но только развившийся в позвоночном столбе поразит из сустава позвоночника потому что наша ночник состоит из множество множество суставчиков как я уже говорила остеохондроз это одно из самых распространенных заболеваний во всей человеческой популяции его распространенность составляет к 7 процентов кстати говоря остеохондрозом страдают не только люди но и животные поэтому вот такое приобретение у животных которые живут рядом с человеком разделяют его жизнь особенно часто встречается у собак и значит у людей старше 45 лет встречается это заболевание практически в 14 процентах случаев и с возрастом риск им заболеть и получить те или иные симптомы проявление его все возрастает у людей старше 50 лет риск уже наблюдается в районе двадцати семи процентов а старше 60 лет практически каждый девяносто семь процентов населения имеют те или иные проявления остеохондроза вот по прогнозу врачей всемирной организации здравоохранения к 2020 году число людей страдающих этим недугом поможет увеличиться практически до пятидесяти семи процентов связано это конечно из сидячим образом жизни с малоподвижным образом жизни с изменением характера питания нагрузки и многими другими факторами каким образом мы будем противостоять этой проблеме мы с вами поговорим во второй части нашей лекции но сейчас чтобы вам стало более понятно я всегда провозглашаю принцип врага надо знать в лицо то есть надо всегда в лицо узнать как выглядит та проблема с которой мы собрались воевать представляю вам клиника рентгенологическую классификацию остеоартроза на примере от роза коленного сустава здесь вы видите значит первая стадия это подозрение на сужение суставной щели начинают появляться начальные остеофиты шипы так называемый вот здесь на экранчике вы можете увидеть сейчас я стрелочкой покажу вот в этом месте располагается сужение суставной щели видите с правой стороны на расстояние между суставными поверхностями больше а вот слева меньше и в середине мы видим два сильно выраженных остеофита разрастание таких шип 2 шипа ну проще говоря как как это называется да эти шипы травмируют то при движении противоположной поверхности суставной поверхности и вызывает воспалительный процесс на 2 стадии сужение остеофита и щели уже вполне очевидно и соответственно очевидные остеофиты наблюдается как раз вот на этом снимке мы видим вторую стадию на третьей стадии суставная щель уже достаточно служена практически отсутствует мы наблюдаем многочисленный остеофитоз то есть множество шипов и значительную деформацию эпифизов эпифизами называют костные окончания которые образуют сустав который которыми кость вот входит в суставное образование вот это эпифиз верхней кости бедренные а вот это большеберцовые кости эпифиз и наконец на четвертой стадии значительное сужение суставной щели выраженный остеофитоз и явная деформация эпизы то есть разрушительный процесс он охватывает не только хрящевые поверхности сустава но и начинает происходить уже в эпифизах костных образованиях в костях поэтому конечно это уже более тяжелая стадия которые как правило требуют на радикального вмешательства хирургического в частности пересадки сустава что же касается функций сустава да но мы приблизительно теперь представляем как он может выглядеть на разных стадиях но что происходит с нарушением функции так вот на первой стадии функция незначительно нарушена она как правило сохранена и лишь момент обострения у человека возникают проблемы при ее пользу на 2 стадии она умеренно нарушена то есть функция ограничена но возможно при определенном усилии то есть человек использует испытывает некоторый болевой синдром при пользовании поврежденной конечности третья стадия выраженное нарушение функции возможно ее осуществление только при дополнительной фиксации или опоре то есть человеку для того чтобы передвигаться необходимо необходимо какая-то фиксация какой-то об какая-то опора может костыли палочка или специальные такие приспособления на которые человек опирается и передвигается при этом четвертая стадия здесь функция полностью нарушена конечностью пользоваться без какой-либо помощи невозможно то есть а человек испытывает и жиловой синдром и собственно говоря опираться на такую конечность ему очень очень сложно она не выполнять функции естественно одной из проблем которая касается заболевания опорно-двигательной системы это что уж очень сильно это все связано с возможностью на человека осуществлять две главные функции во первых это естественно возможно самообслуживание то есть это возможность одеваться чистить зубы самостоятельно передвигаться кушать совершать какие-то гигиенические действия и вторая наша задача это социальная то есть это взаимодействует с другими людьми это работать совершать трудовую деятельность и вот относительно трудоспособности тоже есть своя классификация на первой стадии как вы понимаете человек трудоспособен и лишь в период обострения становится временно нетрудоспособен на второй стадии трудоспособность его сохраняется в обычных условиях но если нет факторов которые провоцируют заболевания например если у человека большая нагрузка на суставы и это провоцирует обострение заболевания то конечно он будет болеть чаще и период обострения будет нетрудоспособен могу привести такой пример вот на этой стадии а люди как правило сталкиваются с ситуацией необходимости смены вида трудовой деятельности и если удается выбрать скажем так наиболее щадящий для себя режим движения то замедляется процесс развития заболеваний например к нам обращалась за консультацией одна женщина она работает на почте и ее задача это разносить корреспонденцию по определенной территории по своему кварталу и когда она это делала разнося по своему факту у нее как бы не было больших проблем ну вот но когда заболели другие сотрудники и ей пришлось помимо своей своей территории обслуживать еще соседние территории нагрузка возросла в два с лишним раза и конечно на фоне вот такой нагрузки я бегала она везде бегом так сказать на своих двоих и при этом носить определенный груз то конечно же это привело к обострению обострение стали повторяться и женщина была вынуждена сменить вид деятельности то есть она тоже также осталась на почте но перешла на другие виды работ и количество приступов у него конечно же снизилось на третьей стадии человек ограничен и трудоспособен при отсутствии каких-либо провоцирующих факторов провоцирующих заболеваний то есть здесь еще больше утягощается его состояние и снижается возможность трудоспособности но на четвертой стадии человек конечно же не трудоспособен как правило уже начиная с 3 4 стадии выставляется инвалидность и человек может трудиться лишь специально созданных условиях то есть при наличии например инвалидного кресла или специальной специального приспособления для передвижения которые дают возможность ему трудиться заниматься тем видом деятельности который будет вызывать дополнительно на суставы ну вот мы с вами все говорим сустав сустав как же он выглядит то с одной стороны вроде внешне смотришь ну что ну сустав одна большая большая коленка такая так как народ говорит на самом деле все не так просто сустав сустав имеет достаточно сложную структуру это многокомпонентное образование и понятно что чем больше компонентов тем больше возможностей возникновения каких-либо проблем потому что любая его часть может сломаться в кавычках да то есть заболеть и проблем может начаться в любой части что же у нас из чего состоит сустав здоровый сустав представлен в первую очередь двумя костными образованием противоположными концами костей которые вот та часть которая входит непосредственно в суставную сумку называется эпифизы вот мы здесь с вами видим эпифиз двух эпифизы двух костей они естественно покрыты хрящом этот хрящ гладкий скользкий который облегчает движение в суставе обеспечивает скольжение этих суставных поверхностей и конечно же они не должны соприкасаться между ними должна быть определенное определенное расстояние так называемая синвяльная щель вот естественно все это хозяйство будет лучше двигаться если будет определенная смазка смаз и роль смазки выполняет синвяльная жидкость это не просто так себе вода это жидкость имеющий определенную состав определенную концентрацию и естественно когда нарушается водно-солевой баланс в организме обменные процессы качество синвяльной жидкости тоже нарушается и изменение уменьшение ее количество например изменение ее состава тоже начинает сказываться на процессе образования развития артроза естественно чтобы никуда эта жидкость не выливалась а полость сустава должна быть ограничена и она в этой ситуации ограничена капсулой вот мы видим такой соединительно-тканную капсулу которая закрывает собой полость сустава ну а дальше что еще относится к суставу конечно же связки и мышцы то есть мышцы с помощью которых мы приводим в движение наши конечности они сгибаются совершают повороты движения и связки которыми эти мышцы крепятся к костям вот как видите такое довольно таки многокомпонентный состав у сустава и как я уже говорила проблема возникнуть принципе в любой ее части как я уже сказала может измениться характер межсуставной жидкости например уменьшить соличество да и когда уменьшается количество вот этой смазки когда изменяется ее качественный состав то есть в ней больше откладывается солей то где будут откладываться эти соли конечно же на хрящевых поверхностях естественно они будут их разрушать и при этом кости будут сближаться в своем движении и двигаясь будут повреждать противоположные окончания суставных поверхностей это повреждение будет приводить к развитию воспаления допустим достаточно иметь вот такую основу рыхлый кряч нарушенной снижение например синтеза хряща следствие дефицита коллагена в организме нарушение синтеза соединительной ткани плюс нарушенное качество суставной жидкости и значит нарушение водно-солевого баланса начинают откладываться костное разрастание остеофиты шипы и шпоры как их еще называют и в итоге присоединяется какой-то воспаление например человек перенес грипп или простуду на ногах то есть появился воспалительный агент который гематогенным путем то есть по крови заносится вызывает первичное воспаление возникает первичное воспаление значит соответственно мы имеем в такой ситуации отек и воспалительный процесс который приводит как раз таки к утолщению капсулы нарушение движения к красноте боли и вот всем прочим проявлениям о которых можно с вами говорили ну естественно под влиянием приема различных противовоспалительных препаратов то есть не стероидов что в первую очередь начинает принимать сам пациент да в общем-то и врачи прописывают когда ведь это выраженный полевой синдром и воспалительный процесс что это делает это дает возможность убрать воспалительный процесс убрать отек значит снизить болевой синдром но к сожалению эти эти группы препаратов не влияет на причину артроза то есть на снижение запасов соединительной ткани на качество хряща они не восполняют поврежденные поверхности они никак не влияют на костное разрастание остеофит и шипы и не меняет состав внутри суставной жидкости а это и есть причина разникновения вот этих явлений поэтому если человек не принимает гепат то есть гепатопротекторов а вот артропротекторов хондропротектора да то есть препаратов которые защищают сустав то напротив воспалительных средств далеко не уедешь процесс так и будет развиваться периодически обостряясь и к тому же будет постепенно развиваться проблемы с желудочно кишечным трактом а именно гастрит язвенный возможно даже язва будет образовываться почему потому что вот эти нестероидные противовоспалительные средства обладают способностью снижать защитные факторы защитные факторы слизи в желудке и приводить к развитию вот таких вот проблем и тут конечно нужны будут и защитники для желудка и гепатопротекторы и так далее и так далее конечно противовоспалительным препаратами на какое-то время удается притушить воспаление но дальнейшем оно вновь возвращается и вот это вот эти постоянные воспалительные процессы постепенно приводит к образованию различных кист и склероза костик то есть к тому что дегенеративно-дистрофический то есть переводя на простой русский язык разрушительный процесс начинает распространяться и на эпифизы кости я вот вам сейчас на картинке как раз показывают эти кисты и склероз эпифизов и эти костные значит окончания они начинают разрушаться что в такой ситуации делать на 4 3 4 стадии как правило рекомендуют уже прибегать к оперативным методом лечения а именно пересадки сустав эндопротезирование сустава который дает на некоторое время ложность за в этой проблеме пересаживают искусственный сустав и человек чувствует себя достаточно хорошо но в чем проблема проблема в том что надо понимать что артроз это не изолированное заболевать несмотря на то что медицина придумала много разных слов описывающих конкретно локальное явление в том или органе вообще-то артроз или остеоартроз это заболевание системное то есть все вот эти дегенеративно дистрофические процессы они происходят во всех суставах просто в каком-то из них больше степени выражена по всей темсти потому что либо износу этого сустава больше нагрузка больше в силу каких-то таких обстоятельств и проработав много лет в клинике травматологии ортопедии в самаре я неоднократно видела ситуации когда человеку пересаживали сустав он довольный возвращался домой проходила два года и он возвращался снова в клинику для того чтобы пересадить 2 уже сустав а там лет через семь назревала потребность пересадить снова первый сустав почему потому что как и все искусственные образования естественно этот сустав тоже имеет свой срок годности и срок годности сустава срок его службы составляет приблизительно 10-15 лет это в лучшем случае поэтому конечно даже в том что если вам пересадили су планирует и нет шансов скажем так воздействовать на проблему по-другому это не значит что не нужно помогать всему организму в целом и другим суставам потому что но можем мы пересадить некоторое количество суставов но есть места в которых суставы мы пересадить не можем а в частности вот стол да там очень много сочленений сосуде суставных и конечно же заменить все их поэтому если у вас есть какие-то проявления артроза или остеохондроза что является проявлением одного и того же заболевания локализованного в разных местах мы должны знать что необходимо заниматься профилактикой и прекрасным помощником в этом отношении является артрокомплекс замечательная коллоидная фитоформула для восстановления и поддержки суставов вы только посмотрите на ее замечательный состав здесь и природные экстракты морского огурца примула вечерний коллоидные глюкозамин и андроитин которые кстати говоря достаточно плохо усваиваются в желудочно-кишечном тракте если мы их принимаем обычным способом то есть перорально то есть через рот но именно возможность использования этих ингредиентов в составе коллоидной фитоформулы с повышенной биодоступностью дает возможность им усваиваться начиная уже с ротовой полости минуя желудочно-кишечный тракт и в разы в десятки раз повышая уровень их усвоения и соответственно эффективность этой коллоидной фитоформулы но на самом деле состав артрокомплекса вскрывает себе достаточно количество очень интересно и может быть на первый взгляд не столь широко известных как люкозамин и хондроитин ингредиент но тем не менее эти ингредиенты оказывают выраженное воздействие благотворное на сустав и определяет высокую эффективность коллоидной фитоформы в частности один из редких таких ингредиентов которые входят в состав артрокомплекса и которого нет в составе других препаратов многих из тех что представлен на российском рынке это цитилмиристолиат цитилмиристолиат является экстрактом масла комбо так называемый африканский мускатный орех первооткрывателем этого элемента является доктор гарри тиль это такой ученый биохимик и так цитилмиристолиат как я уже сказала этот этот ингредиент открыл доктор гарри тиль ученый биохимик который посвятил порядка 40 лет работы своей этому ингредиенту и где-то в середине 20 века было начало исследовательской работы было начало исследовательской работы она заключалась в чем проводили ученый эксперимент они изучали способы лечения артрита на мышах им должен был быть введен определенный препарат который вызывает артроз артрит однако гарри диль заметил что участие мышей в ответ на введение этого препарата не вызывается характерных симптомов когда стали изучать почему же такое происходит выяснилось что в составе их пищи было много африканского мускатного ореха и в частности там присутствовал в большом количестве цитилмиристолиат когда было сделано это открытие естественно начались различные опыты эксперименты и в семьдесят седьмом году впервые было патент на это вещество которое действительно оказалось обладать способностью снижать признаки проявления артрита и артроза значит вот при его наличии второй патент был освоен в девяносто шестом году и предложен фармацевтическим компаниям однако как ни срано этот питательный нутриент несмотря на свою высочайшую эффективность большого интереса у фармкомпании не вызвал вот в данных которые посвящены исследования этого ингредиента написаны и конкретные фармкомпании кому было сделать предложение недостаточно известны у всех на слуху тем не менее затраты которые необходимы на производство этого нутриента они слишком большие и большого оборота средств как бы большой окупаемости не вы не вызвали или соответственно притока денежных средств тем не менее ряд компаний заинтересовалась которые занимаются биологически активными добавками в 90 ли этот ингредиент впервые на рынок и затем уже этот ингредиент вошел в состав коллоидный фитовартера комплекс и начал свое позитивное воздействие по свою работу благородную для здоровья населения ингредиент это метил сульфанил металл так называемая биологически активная сера которая получается из крестоцветных из растений на крестоцветных это экстракта этой группы растений множество исследований которые проводились в отношении только они метана показали его комплексное благотворное влияние на здоровье организм в частности влияние соединительной ткани обеспечение гибкости суставов снижение боли от артрита и повторяющиеся особенно при повторяющихся движениях то есть вот есть такие профессии которые особенную нагрузку на конкретные виды суставов вызывают ну например у теннисистов есть локоть теннисиста да такой есть сустав айтишника между прочим это в лучезапястном суставе все время характерный привычный изгиб и у многих людей которые проводят много времени за клавиатурой воспалительные процессы именно в этой области значит вот в мете обучает жизненные состояния болезненные ощущения вот при такого рода проблема но кроме того он обладает как я уже говорил комплексным благотворным воздействием на весь организм и нередко наши клиенты которые используют артропомплекс замечали такие улучшение тонуса кожи улучшение цвета повышение роста волос и вообще физической активности и энергии согласитесь довольно таки приятные побочные эффекты все побочные эффекты были такие мы теперь с вами знаем почему это происходит почему используя артропомплекс люди не только умеют свои проблемы именно благодаря тому что такой комплексный разнообразный состав у этой коллоидной фитоформулы ну а еще очень важно что в состав артропомплекса входят разнообразные микроэлементы в частности бор бор один из довольно таки редких микроэлементов и ими не играет большую роль в жизнедеятельности нашего организма настолько что ряд ученых поют настоящие оды этому микроэлементу например вот такая фраза есть известны что конзин q10 л-карнитин альфа-липоевая кислота ликопин амотокоферол вот основные инструменты в исполнении симфонии здоровья бор теперь может смело присоединиться к этому оркестру и не случайно действие на организм тоже не только комплексная но и достаточно выражено благотворное при артрите бор способен оказывать противовоспалительные действия поскольку снижает вырубку выработку воспалительных простагландинов то позитивно воздействует на плотность костей костной ткани и их структу поддерживает высшие психические функции когнитивные функции помогать мозгу благодаря чему сохраняется ловкость рук координация внимания восприятия кратковременная и долговременная память также рядом исследований до в решении заболеваемости раком в частности одно из исследований как ходил в университете калифорнии в сан-франциско и приняло участие в нем более 7000 мужчин она показала что те люди у которых рацион насыщен пором в меньшей степени заболевают раком у них риск составляет на 64 процента меньше чем у кого отмечается по этому микроэлементу ну и наконец и хондроитин с глюкозамином о котором я вам уже говорила по мнению множества ведущих врачей в этой области при это основа конструктивной терапии заболеваний суставов действительно хорошо помочь суставам не воздействуя не укрепляя соединительную ткань и не возвращая способность суставам хорошо двигаться невозможно невозможно увидеть их потом здоровы и главную роль в этом конечно играют хондроитин и блюкозамин однако как я уже говорил во первых они плохо всасываются желудочно-кишечном тракте поэтому принципиальное значение имеет то что в данной ситуации используются они в качестве входящих в коллоидную фитоформулу ингредиентов то есть повышенной биодоступностью а во вторых важно то что каждый из них используется совместно то есть в унисон в букете тем самым обеспечивается более быстрое насыщение организма хондропротекторами по сравнению с действием одного этого компонента и естественно более выраженный клинический эффект но и естественно это дает возможность снизить дозировку каждого из этих препаратов не снижая их эффективности и дать возможность из них комплексным одним из главных преимуществ коллоидных фитоформул на мой взгляд является то что все ингредиенты подобраны не просто по принципу а это хороший ингредиент давайте его сюда положим а по принципу их сочетаемости друг с другом и того эффекта который они оказывают в итоге обратите внимание омега жирные кислоты повышают эффекты цитилмеристолиата а вот эффект экстракт репанга повышает эффекты глюкозамина и хондроитина что доказано множеством различных исследований ссылки на которые вы видите на своих экранах цитилмеристолиат повышает эффективность глюкозамина тоже не просто так то есть коллоидный букет коллоидные в коллоидной фитоформуле подобран именно с определенным смыслом и карты ингредиент несет на себе определенные задачи именно поэтому благодаря тому что в артракомплекс есть такой уникальный состав ему удается объявить в себе оба принципа борьбы с острое с остеоартрозом с одной стороны он оказывает быстрый противовоспалительный и обезболивающий эффект то есть того самого эффекта которого так ждут пациенты страдающие артрозом во вторых он способствует стойкому восстановлению поврежденных тканей и укреплению хряща это то без чего возможно обойтись в долгосрочной перспективе и говорить о восстановлении сустава или хотя бы о замедлении процессов деструкции в нем что же делает артракомплекс каким образом он воздействует на сустав повышает он восстанавливает суставной хрящ повышает его эластичность и упругость очень важно что артракомплекс благодаря своему составу не просто воздействует на один только хрящ очень важно то что он повышает качество и количество межсуставной жидкости что в итоге облегчает движение в суставе и снижает риск развития повторных воспалений оказывает он выраженный противовоспалительный эффект и уменьшает боли при заболеваниях суставов но кроме этого ванной то что артракомплекс способен укреплять мягкие ткани сустава связки и мышцы которые не только выполняют роль то есть несут все функции сгибания разгибания конечности да но и несут в себе определенную опорную функцию такой мышечный каркас создает да и мы в некотором смысле и на мышцы свои тоже опираемся поэтому очень важно что идет укрепление и питание мышечной и суставной ткани ну и конечно же сосуды укрепляющий эффект улучшение микроциркуляции и питание ткани при лежащих естественно когда улучшается микроциркуляция любые другие питательные вещества будут лучше доходить до таргентных клеток то есть до целевых до мишени и приносить облегчение оказывается вот такое важное действие на кстати говоря артракомплекс раз уж пошло пошел разговор такой на эту тему да я обмолвилась про побочные эффекты артракомплекс он действительно обладает способностью с косметологической точки зрения оказывать выраженный эффект то есть подтягивается овал лица пропадают глубокие морщины вены тоже на вены он оказывает очень хорошее воздействие в том числе и на крупные вены нижних конечностей почему потому что в состав вен тоже входит соединительная тканная оболочка такой каркас и естественно когда мы принимаем артракомплекс он не только действует на суставы он улучшает состояние соединительной ткани везде в организме где она есть поэтому люди часто замечают позитивное преобразование со стороны других органов и систем часто бывает так что человек даже сам не знал насколько насколько это все его беспокоило то есть настолько он привык к какому-то дискомфорту слабому легковыраженному но многочисленному со всех сторон и в итоге есть возможность вот таким образом помочь и поддержать значит что еще интересного я вам хотел бы сказать об артракомплексе здесь на вашем наши они вы видите значит а диаграммки которые отражают его использование эффективность его использования применительно к болевому и воспалительному синдром эти исследования проводились в астраханской медицинской академии и вот вы видите на первой диаграмме сравнительный анализ действия медикамент и фитоформул и только медикаментов на воспалительный процесс в течение 14 дней в той группе где использовалась совместно у 50 процентов пациентов воспалительное явление уменьшились и вовсе исчезли там где использовались только медикаменты лишь у 13 процессов пациентов удалось добиться успеха болевой синдром тоже в течение 14 дней рассматривался так вот в той группе где использовались только медикаменты в течение двух недель более уменьшились лишь у половины группы пациентов а там где были применены медикаменты и фитоформулы 96 процентов то есть практически все пациенты отметили уменьшение и исчезновение болевого синдрома ну в общем то по моему очень убедительные данные говорящие о том насколько эффективно действует артер комплекс кстати говорят я думаю что и в вашей практике вы наверняка не раз сталкивались с теми людьми которые принимали артер комплекс и достаточно эффективно в течение буквально одной недели успевали ощутить уменьшить таких воспалительных и болевых и болевых явлений так что у нас там перепутано ну-ка посмотрим 55 96 поняла о чем идет речь ладно поправим спасибо вот значит то что еще мы можем использовать при заболеваниях суставов что нас хорошо поддерживает ситуации артроза это остеокомплекс конечно же если вы вспомните я вам начале лекции рассказывала о строении суставов и говорила о том что с определенной стадии начинает вовлекаться в воспалительный процесс дегенеративный процесс еще и костный образование кости концы костей и пифизы и вот для того чтобы восстановить укрепить очень хорошо подойдет остеокомплекс который в сочетании с артрокомплексом благотворно воздействовать на сустава обрати внимание остеокомплекс в своем составе имеет не только три соли кальция это кальций цитрат аратат и гидрокси апатит он также в своем составе имеет магниоцитрат который позволяет кальцию не хорошо усасываться но и задерживаться в костях то есть препятствует вымыванию также есть составе остеокомплекса цинк и бор о котором тоже уже сегодня говорили там очень нужный микроэлемент для здоровья костей и сустав конечно же есть витамин d3 холекальциферол самым биоусваиваемая его форма которые дают возможность хорошо кальций и что немаловажно такой природный нутриент изофлавон как и префлавон этот природный нутриент дает возможность регулировать минеральный обмен то есть обеспечивать встраивание стране выстраивание кальция в клеточный матрикс чтобы кальций не просто циркулировал в крови и и приводил допустим к образованию камней в почках в суставах или то есть в сосудах но действительно встраивался в клеточный матрикс действительно работу но кроме того и префлавон работает еще и на регуляцию минерального обмена плане влияния на клетки строителей клетки разрушителей костной ткани мы знаем что наши кости это не что-то стабильное постоянное то есть наши кости растут разрушаются и вновь обновляется постоянно отвечает это два типа клеток остеокласты и остеобласты и вот и префлавон обладает способностью притормаживать действия клеток разрушителей и стимулировать стесть и клеток строить остеокомплекс столь эффективен и кстати говоря безопасен в том числе для использования у детей и в том числе для использования длительными курсами многие мои пациенты применяли этот препарат даже при камнях почках и камня в желчном пузыре и при этом не испытать проблем ну в виде образования дополнительных пример камней как раз таки наоборот улучшение состояния восстановление запасов ткани и так какую же схему мы будем принимать какую схему будем использовать вот евгений как раз на ваш вопрос сейчас будет ответа эта схема хорошо пригодится при артрозе при застарелых травмах при грыжах межпозвоночного диска и состоянии после операции на костях и суставах использовать мы будем здесь артрокомплекс и остеокомплекс артером дозировки по 5 миллилитров дважды в день остеок вечером приблизительно в диапазоне 9 10 часов вечера наилучшее время для всасывания кальция и антиоксидант в случае если есть какие-то воспалительные явления то есть если есть артрит здесь будет хорошо применять его в 10 миллилитров вечерние часы но продолжительность этапа достаточно длительная то есть это порядка 16-18 недель вообще надо запомнить что все что касается костей и суставов принимается достаточно длительными курсами не менее 3-4 месяцев поскольку запустить вот этот процесс синтеза коллагена ну то есть раскачать эту машинку достаточно сложно да тяжело медленно в этом плане работает наш организм поэтому здесь нужен нужны длительные курсы если чем более естественно запущенный запущенная форма болезни тем дольше нужно принимать препараты но при этом вот я хочу сказать действует они достаточно быть эффект вы начинаете ощущать рано достаточно быстро после начала приема но для того чтобы этот эффект сохранялся действительно долго желательно принимать по и препарат в этом плане достаточно безоположен